Древние знания Вам предстоит исследовать монументы, чтобы сохранить как можно больше знаний и набрать победных очков В процессе вы построите себе целый движок, который поможет вам их набирать Игра очень элегантно использует планшет игрока Сверху у вас зона под монументы, сюда вы их разыгрываете, и они каждый ход ползут влево, в прошлое На каждый монумент накидывается сколько-то жетонов знаний, которые очень желательно успеть снять до того, как он упадет в это самое прошлое, слева от планшета В центре планшета у вас артефакты, которые станут основой движка колоды, выдавая вам полезные свойства А справа технологии, они обычно сильны мгновенными эффектами Разыгрываем монументы, сбрасываем карты с руки, чтобы собирать с них жетоны Выстраиваем комбинации с артефактами и технологиями В целом, сброс и добор карт постоянно происходят в игре, что приводит к весьма динамичному поиску оптимальных решений В древнем знании не очень большая конфликтность, основная конкуренция идет за карты технологий, которые доступны всем Но! При этом игра не ощущается только раскладкой пассианца, где каждый играет сам с собой Ходы довольно бодрые, и смотреть за чужим ходом интересно Можно прикинуть, что осталось в колоде, или подсмотреть оба на будущие партии Ra. Настольная классика от Райнера к Ницце и теперь на русском Это игра с довольно необычным аукционом, с помощью которого вы будете выстраивать свое царство, набирая в него жетоны Игра состоит из трех раундов, каждый из которых продолжается до тех пор, пока лодка Ra плывет по треку времени В свой ход игроки либо тянут новые жетоны из мешка на аукцион, либо стартуют аукцион Либо используют божественные жетоны, чтобы взять что-то с этого самого аукциона Самая любопытная часть, естественно, аукцион Ставку в нем все делают лишь однажды, причем тот, кто его иницировал, делает ее последним, что дает неплохое преимущество Выигравший забирает сразу все жетоны и размещает их у себя слева и справа от планшета А теперь несколько штрихов, которые делают игру интересной и дают пространство для раздумий Выиграл аукцион? Твой диск для ставок потрачен Вредь у тебя меньше опций Инициировал аукцион? Молодец, ставишь последним Но надо понимать, когда это делать Ведь жетоны на аукционе могут быть тебе не нужны, или же их просто пока мало Все продумал? А вот тебе из мешка жетон, который принудительно стартует аукцион Или жетон, который сбрашивает тебе с планшеткой жетоны Набрал жетоны? Куда положишь? Слева от планшета, где они останутся до конца игры? Или справа, где они сбросятся в конце раунда? Ра — это игра старой школы Бывает где-то слегка неуклюжий, но зато в ней постоянно нужно принимать непростые решения И это хорошенько выиграет в процесс А еще очень симпатичное Кстати, о симпатичном Вышел мой маленький Эверделл Это упрощенная версия все той же замечательной игры про выставление рабочих в милом лесном городке Некоторые механики поменялись совсем чуть-чуть, некоторые больше Но теперь запросто можно играть даже с младшими школьниками Фирменный визуальный стиль, все такие же классные ресурсы и менее конкурентные, чем в старшем собрании геймплей прилагаются Если вы любите Эверделл и у вас в семье подрастают будущие настольщики Вам обязательно, остальным просто рекомендую как хорошую детско-семейную игру или красочный подарок Бамбук очень симпатичная и при этом довольно серьезная стратегия в небольшой коробочке Вам предстоит увеличивать счастье вашей семьи, обустраивая ваш быт, выращивая бамбук, поклоняясь духам и приходя к гармонии Рассказать про бамбук без описания большинства фаз невозможно, поэтому если очень кратко По вайбу и динамике похожи на своего родственника игру Битоку Четыре очень разные фазы хода, они же сезоны, во время которых каждый игрок принимает несколько решений с не очень большим количеством вариантов Но, хоть вариантов в каждой точке и не супер много, с каждой наигранной партией игра будет раскрываться Потому что вы поймете, как ваши и чужие решения заметно повлияют на опции в будущих ходах При этом все это очень красиво оформлено, с характерным стилем иллюстрации, а компоненты типа стеблей бамбука или палочек благовоний вообще мелота В общем, если вы цените не самых простых евро, с очень тематичным сеттингом, это для вас Ну и если вам понравилась Битоку Выходит долгожданное дополнение к русскому мачкину Комическая гонка Первая часть, отменная, один из лучших мачкинов, если не лучший, особенно для русскоязычных игроков Дополнение тоже классное Как водятся тут новые карты для колод монстров и дверей и целая тонна свежих шуток Есть новый класс, космонавт, есть новый вид шмоток, тачки Всем фанатам серии, строго обязательно, всем ненавистникам, если захотите дать мачкину шанс, берите русский мачкин вот с этим вот допом Там еще промка в таком комплекте есть, кстати В рядах игр комиксов очередное пополнение На этот раз это 2070 или 2070 Кооперативная игра до четырех игроков В которой вы в качестве элитного спецотряда будете возвращать похищенные у мегакорпораций секретные чертежи Из любопытного, у каждого своя книга комикс Для его персонажа у каждого есть тайная цель и дополнительный набор очков Так что помимо общей победы можно стать самым крутым в отряде Ну и есть дополнительный фокус на боевке В играх комиксов такое бывает далеко не всегда Не устану рекомендовать в целом этот жанр В данном случае как готовое развлечение для компании на вечер Вышла новая версия взрывных котят Рецептной Котострофы В нее можно играть отдельно, можно смешивать с другими коробками Эта коробка, эдакая сборная солянка из самых популярных и интересных карт самых разных версий Даже тех, которые раньше на русском не издавались Всем фанатам серии вы знаете что делать Если вы еще не знаете про эту, одну из самых популярных простых вечериночных игр Обзор с котиками есть у нас на канале И целая череда литературы напоследок Художественные новеллы по ужасу Архама Серебряной маски и Сумерком империи Расколотая бездна Книга сценариев по зову ктулку Особники безумия за закрытыми дверями Здесь пять сценариев Два обновленных классических и три абсолютно новых Спецвыпуск мира фантастики Сборник комиксов Александра Ремезова В памяти художники 229 классных комиксов Очень рекомендую Ну и свежий январский мир фантастики уже в продаже Как всегда, приятное чтиво Кстати, ждите февральский, там тема номера прикольная А на этом все Это был Семен Пыхтеев и BoardGames Video Подписывайся, жми колокольчик, ставь лайки, пиши в комментарии И самое главное, обязательно играй в настолки Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok